Здравствуйте, с вами Алена Талаш, управляющая партнер компании «Роско Консалтинг и Аудит». Клиенты банков, физические и юрлица в один прекрасный момент неожиданно начинают получать отказ за отказом не только в отношении получения кредитов, но и в совершении рядовых банковских операций, например, банковских переводов. Что означает банковский черный список? За что могут компанию внести в такой список? Как покинуть банковский стоп-лист? Подробно отвечаем на эти вопросы в этом видео. Черный список банков. Миф или реальность? Несмотря на то, что на практике клиенты, да и сами банкиры, оперируют понятиями «черный список» или «стоп-лист» банка, ни в одном нормативном акте не фигурируют данные понятия. Вместе с тем банки формируют так называемый «реестр неблагодежных клиентов». Условно можно выделить четыре вида черных списков. Первый вид. Сомнительные операции, выявленные в рамках противодействия отбыванию доходов, полученных преступным путем. Центральный банк выпустил методички, в которых прописал признаки подозрительных операций клиентов. В настоящее время банки осуществляют многоступенчатый контроль над своими клиентами. Основой для контроля является положение антиотмывочного закона. Важно знать, что закон 115 АЗ распространяется на всех лиц, которые участвуют в финансовых операциях, то есть на компании, ИП и граждан. Проводимый контроль осуществляется по трем направлениям. Первое – идентификация клиента. Второе – контроль отдельных операций. Третье – выявление подозрительных операций. Банки отправляют информацию о сомнительных операциях в Росфинмониторинг, а последний направляет сведения уже в ЦБ. Затем Центробанк рассылает сводный список во все российские банки. В Федеральной таможенной службе рассказали о повеличении попыток незаконного вывоза валюты из России. По ее данным, только в январе-июне граждане 5,5 тысяч раз пытались вывести за рубеж незадекларированную валюту на сумму 1 миллиард рублей. Второй вид – невозвращенные гражданами или бизнесменами кредиты. В Бюро кредитных историй сформированы отчеты о гражданах компании, бравших кредиты и займы. На основе этих данных у каждого заемщика формируется кредитный рейтинг. Долги и просрочки по платежам могут существенно подпортить кредитную историю. Впоследствии банк вправе отказать такому заемщику в выдаче кредита. Третий вид – взыскание задолженности граждан в судебном порядке. Банки проверяют клиентов по базе службы судебных приставов. Вы знали об этом? Если нет, тогда быстрее подписывайтесь на наш канал. Каждый день вас ждут свежие видео с важнейшей информацией для вашего бизнеса и не только. Не пропустите ничего важного, жмите на кнопки «Опатриски» прямо сейчас. Четвертый вид – нарушение клиентам обязательств совершения операции, вызывающих подозрения у банка. Подобный внутрибанковский список формируется в каждом кредитном учреждении. При этом клиент может попасть как в один из списков, так и во все списки одновременно. Не знаете, какие действия предпринять, когда счета вашей компании заблокированы? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем видео. Переходите по ссылке и смотрите. Столкнулись с юридическими трудностями? Не знаете, как правильно оформить документы, разрешить споры или защитить свои права? Не стоит беспокоиться в одиночку. Мы предлагаем профессиональные юридические консультации, которые помогут вам сориентироваться в сложных правовых вопросах. Наши опытные специалисты предоставят вам четкие и действенные советы, разработают стратегию защиты и поддержат на каждом этапе решение вашей проблемы. Просто позвоните по номеру, указанному на сайте. Или оставьте онлайн-заявку через удобную форму обратной связи. Не упустите шанс экономить. Используйте промокод YouTube ROSCO и получите скидку 15% на все наши услуги. Необходимая контактная информация находится в описании к этому видео. Не откладывайте. Действуйте прямо сейчас. По каким причинам клиенты попадают в черный список? Наиболее распространенной причиной занесения клиента в черный список является несоблюдение требований антиотмывочного закона 115 ФЗ. У каждого банка есть разработанные правила внутреннего контроля. Для определения сомнительности операции банки могут ориентироваться на критерии, установленные положениями, письмами, методическими рекомендациями и указаниями центрального банка. Основная сложность применения антиотмывочного законодательства заключается в том, что исчерпывающего перечня операций, относимых банком к числу подозрительных, необычных, сомнительных или транзитных не существует. В положении содержится примерный классификатор признаков, указывающих на необычный характер сделки, а их более 100. Приведу наиболее распространенные причины, по которым клиенты могут отказать в операции по открытию счета либо заблокировать расчетный счет. Первое. Поступление денег от контрагента, который одновременно переводит средства на счета других клиентов. Второе. Фонд заработной платы сотрудников установлен из расчета ниже официального прожиточного минимума. Третье. Остатки средств на счете отсутствуют либо незначительны, по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми клиентом по счету. Четвертое. Основания платежения имеют отношение к затратам, которые характерны для вида деятельности заявленного при открытии счета. Например, при приятии оптовой торговли металлопрокатом переводят деньги на оплату сельхозпродукции. Пятое. Со счета не проводятся платежи по хозяйственной деятельности. Например, арендные платежи, плата за коммунальные услуги, закупки канцелярских товаров и т.д. Важно знать, что список сомнительных признаков открытый. Банки их могут дополнять по своему усмотрению. Они вправе применять оценку Центрального банка, но могут этого не делать. Подробнее об этом расскажет руководитель отдела бухгалтерского аутсорсинга компания «Роская» Светлана Гурайская. Так банк может включить компанию в черный список по тому показателю, что учредитель компании является массовым заявителем. И клиенту приходится доказывать в суде, что участие в большом количестве компаний не запрещено законом и нельзя отказать в проведении банковской операции только по этому основанию. Помимо этого, чтобы не попасть в черный список ЦБ РФ, показатель минимальной налоговой нагрузки у клиента должен быть не менее 0,5%. Налоговая нагрузка рассчитывается банком как процент уплаченных налогов от дебетового оборота по счету клиента. Кстати, о том, как подключить систему быстрых платежей для бизнеса и кому это выгодно сделать, мы и рассказывали в нашем видео. Переходите по ссылке и смотрите. Компания «Роская» приняла участие в 12-м Петербургском международном юридическом форуме. Для нас это событие стало площадкой для обмена опытом и прокачивания знаний в области юриспруденции. Юристы поделились ценными кейсами с коллегами и обменялись экспертными мнениями. Как покинуть черный список Попадание компании в черный список не является приговором. По разъяснениям Центрального банка, наличие информации о клиенте в черном списке не означает автоматический отказ в открытии счета или проведении операции. Однако на практике это далеко не так, поэтому важно предпринять следующие шаги для исключения из черного списка. Шаг 1. Направить в банк запрос о причинах занесения в черный список. Важно знать, что банк обязан информировать клиента не только о факте отказа от проведения операции или заключения договора банковского счета, но и о причинах такого отказа. Второй шаг в выполнении требований банка после получения ответа направить в банк документы, которые доказывают ошибочность включения компании в черный список. Третий шаг – рассмотрение банков предоставленных документов. Срок не позднее 10 рабочих дней со дня их предоставления клиентам. Четвертый шаг – получение уведомлений от банка о принятом решении. Вариант 1. Банк отзывает свое решение. Важно знать, что Центральный банк предоставил право банкам аннулировать направленные в Росфин Мониторинг сведения о компаниях, которые попали в список. Первое – из-за технических ошибок. Второе – по основаниям, не связанным с наличием риска отмывания доходов. Второй вариант – банк отказывает клиенту. Пятый шаг – обжалование решения банка. Если события разворачиваются по второму варианту, жалоба подается в межведомственную комиссию при Центральном банке. Для этого удобнее всего зайти на сайт Центробанка в раздел «Интернет приемная». Далее выбрать раздел «Отправить обращение в электронном виде». Нажать на кнопку «Направить обращение». Потом зайти в раздел «Обращение в межведомственную комиссию, созданную в соответствии с 115 ФЗМ» и заполнить все необходимые поля. Вместе с жалобой нужно вложить подтверждающие документы и уведомление об отказе, полученное от банка. Заявление вместе с документами можно также отправить почтой на бумаге, отвезти лично в Центральный банк или направить курьером. Комиссия рассмотрит заявление, документы и сообщит о решении клиенту и банку в течение 20 рабочих дней. Если в этом случае последует отказ, то решение банка можно обжаловать в судебном порядке. Подведу итоги. Для того, чтобы не выпасть в черный список, рекомендуется не проводить операции, подпадающие под признаки подозрительных. Если банк направляет запрос, то нельзя его игнорировать, а нужно предоставить документы и пояснения, которые раскрывают экономический смысл проведенной операции. На этом все. Хотите знать больше? Плейлист «Банковское право. Ваш надежный помощник в мире финансов». Он содержит советы и рекомендации по оформлению счетов и кредитов, а также помощь в решении юридических вопросов с банками. И большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Есть вопросы? Не откладывайте, пишите их прямо сейчас в комментариях. И наши юристы из компании «Роско» ответят вам совершенно бесплатно. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал. Будь в курсе, пусть русская.